В этом году должны были, по крайней мере, выйти. Возможно, это будет не конец этого года, а начало следующего года рекомендации по лечению экзокринной панкреатической недостаточности. В том числе в этих рекомендациях будут представлены вопросы, которые касаются первичной, в том числе абсолютной панкреатической недостаточности и вторичной недостаточности под желудочной железой. В этом году мы понимаем ситуацию, когда есть абсолютный дефицит ферментов. То есть мы назначаем пациенту, допустим, мелостазный тест, и он показывает низкие цифры. Если мы этому верим, то это означает то, что у пациента есть действительно снижение функции паранхемы под желудочной железы. Это абсолютная панкреатическая недостаточности. Она может быть как первичной. У пациента разрушена первичная под желудочная железа или потому, что он употребляет водку, или потому, что ему была проведена операция резекции под желудочной железы, или вторично из-за того, что нарушена, допустим, стимуляция панкреатической секреции. У пациента есть повреждение слизистой оболочки 12-пересной кишки, снижается продукция хрицистокинина, секретина, и из-за этого при первичной сохранной под желудочной железе вторично нарушается продукция ферментов под желудочной железы. С другой стороны, может быть, относительная недостаточность под желудочной железы это состояние, когда абсолютные цифры, допустим, властазного теста нормальные, но из-за нарушения условий работы ферментов под желудочной железы, закисление среды 12-пересной кишки, тяжелый СИБР, пациент после химиотерапии, лучевой терапии с тяжелым нарушением переваривания, всасывания уже на уровне кишки, из-за этого того абсолютного формально нормального количества ферментов под желудочной железы, которые образуются, не хватает для переваривания, и у пациента возникает терапевтическая нутритивная недостаточность. Если говорить о вторичной панкреатической недостаточности, то в этих рекомендациях она отошла на последнее место, вот в 11-й пункт, 11-я рабочая группа, экзокринная панкреатическая недостаточность при прочих состояниях. Это как раз то, что включает в себя в основном вторичную панкреатическую недостаточность и с некоторой натяжкой относительную панкреатическую недостаточность, то есть нарушение условий для работы ферментов под желудочной железы. Какие существуют вопросы, какие пункты включены в этот 11-й раздел? Это изменение функции под желудочной железы при старении, при заболеваниях печени. Это неалкогольная жировая под желудочная железа, это гемохроматоз, это хронические заболевания печени и желчеводящих путей, поражение кишечника, это ВЗК, это целиакия. Пациенты, которые соответствуют критериям синдрома раздраженного кишечника, это особая, достаточно деликатная группа, с которыми нужно очень аккуратно обходиться. С точки зрения доказательства того, что у них на самом деле есть экзокринная панкреатическая недостаточность, это нейроэндокринные опухоли, дробь, медикаментозная, индуцированная экзокринная панкреатическая недостаточность, потому что в основном это те же самые пациенты, пациенты, которые получают пролонгированные препараты аналогов соматостатина. Экзокринная недостаточность при инфекционных заболеваниях, при ХПН и при редких наследственных заболеваниях, в основном это поражение под желудочной железы. Если мы говорим о изменении под желудочной железы при старении, в измене, которые связаны с возрастом, то это фиброз, это существенное увеличение представленности жировой ткани, когда вместо единичных адипоцитов возникают группы, скопления этих клеток. Атрофия ацинусов была достоверно показана. И то, что должно настораживать, это достаточно частое возникновение диспластических изменений эпителия протоков поджелудочной железы. То есть у таких пациентов возникают изменения протоков по типу ПАН-ИН, по крайней мере, первой степени, которые дальше могут привести к прогрессии, являться потенциально, по крайней мере, преднеопластическим фоном. Вот здесь приведена схема изменений, возрастных изменений поджелудочной железы, которые включают в себя нарушение кровоснабжения, возникновение фиброзирования ткани поджелудочной железы и уменьшение соотношения интерстиции и ацинарно-активной паранхемы поджелудочной железы. И результаты исследований показывают, что вплоть до 20% всех пациентов старше 60 лет имеют по разным данным, по методикам в разной степени надежности снижение экзокринной функции поджелудочной железы, в том числе те, которые требуют проведения ферментной заместительной терапии, терапии препаратами панкреатина, в том числе и мини-микросферами панкреатина. Генез сложен. В первую очередь, обращают внимание на нарушения перфузии, на отрасли эротические изменения, то есть общие возрастные изменения, которые характерны для самых разных тканей. И, кроме того, могут быть вторичные нарушения, связанные в том числе с особенностями диеты, которые усиливают дефицит жиростворимых витаминов у таких пациентов. Курение является существенным фактором, фактором, который достоверно доказывает снижение экзокринной функции поджелудочной железы у курящих. В то же время, к сожалению, так до сих пор и не удалось четко дифференцировать изменения, которые возникают только за счет курения, от изменений, которые будут связаны с приемом алкоголя, потому что, к сожалению, чаще всего это две вредные привычки, которые идут параллельно, и очень сложно отличить одно от другого. Это рекомендация, цитата из проекта рекомендаций, то, что возрастные изменения вызывают нарушение экзокринной функции поджелудочной железы у пожилых людей, в том числе без гастроэнтерологических заболеваний, и это может привести к нарушению переваривания пищи и трофилогической недостаточности. С листами этого являются дополнительные снижения минеральной плотности костной ткани и нарушение усвоения жиростворимых витаминов, так же, как и при обычной, при привычной панкреатической недостаточности, раньше всего, тяжелее всего и наиболее наглядно с точки зрения доказательства, снижается уровень витамина D у таких пациентов. А здесь представлена работа, когда у пациентов гастроэнтерологических клиник привели скрининг на предмет снижения функции поджелудочной железы, оценивали это по уровню ластаза 1 в кале, обнаружили, что примерно у 13% пациентов наблюдаются разной степени экзокринной панкреатической недостаточности и попытались понять, с какими симптомами и какими состояниями или заболеваниями это связано. По поводу симптоматики ничего интересного не обнаружили. Естественно, что это оказалось достоверно связано с потерей веса и стеатареи. По поводу состояния заболеваний, достоверная связь была показана для алкоголя, для сахарного диабета, достоверно это было показано для синдрома раздраженной кишки и недостоверно для целиакии. ВЗК повышает риск возникновения экзокринной панкреатической недостаточности и принесенный в анамнезе острый панкреатит. Если мы говорим о связи экзокринной панкреатической недостаточности с заболеваниями печени, это сложный вопрос, потому что здесь возникает очень сильный перекрест с теми факторами, которые приводят к прямому поражению поджелудочной железы. Так или иначе, считается, что независимо от этих изменений, от первичных изменений поджелудочной железы, печеночная недостаточность сама по себе, портальная гипертензия являются факторами, которые будут вызывать экзокринную панкреатическую недостаточность. Так или иначе, истинная распространенность экзокринной недостаточности поджелудочной железы пока непонятна. Цифры разные. Цифры для пациентов с алкогольной болезнью печени доходят до более чем 50%. Для неалкогольной жировой болезни они существенно ниже, где-то порядка 20%. Эти данные подтверждаются, в том числе, данными о вскрытии. По поводу ВЗК, здесь порогены данные для болезни Крона. Естественно, что они очень сильно разнятся. Они отличаются в разы от 10% до примерно 20% пациентов с ВЗК имеют изменения по функции поджелудочной железы, снижены показатели эластаза кала. По целиакии также данные разнятся, но в целом большинство исследований показывают, что порядка 30% пациентов с целиакии имеют разную степень снижения функции поджелудочной железы. И некоторые изменения структурные поджелудочной железы, но в основном эндоузи, как методика, которая показывает, извините, наиболее ранние изменения, выявляют только лишь так называемые малые признаки. Это гиперхогенные тяжи, гиперхогенные очаги, то есть то, что говорит только о начальных стадиях повреждения бронхима поджелудочной железы. Больших признаков повреждения поджелудочной железы, по данным эндоузи, получено не было. Интересно, что эластаза кала восстанавливается у пациентов по мере, например, на фоне аглютеновой диеты восстановления слизистой оболочки в тонкой кишке. В параллельно с этим нормализуется и абсолютная функция поджелудочной железы. На фоне аглютеновой диеты четко наблюдается рост в уровне эластаза кала и нормализация экзакринной функции. ХПН. Долго не буду останавливаться на этой группе пациентов. Также достоверно, причем по некоторым данным, до 70% пациентов с хронической почечной недоточностью имеют снижение функции поджелудочной железы, по данным, например, эластазного теста. И наиболее деликатный и наиболее сложный вопрос. Это функциональные заболевания, в том числе это СРК. СРК с диарейным синдромом, который показывает снижение абсолютных цифр эластаза кала. К сожалению, если мы говорим об исследованиях, которые проводились, в многих случаях не проводилась коррекция уровня эластаза кала на наличие диареи. Потому что то, что мы смотрим по анализам кала, это концентрация, это соотношение объема и свержения фермента. Естественно, это создает в основании для ложноположительных результатов диагностики таких пациентов, и у них могут быть завышены цифры экзакринной панкреатической недостаточности. Еще один важный момент – это так называемые срокоподобные синдромы, срокоподобные расстройства, которые были показаны изначально у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, то есть это в объяснении симптоматики, которая у пациентов сохраняется после заживления слизистой оболочки толстой или тонкой кишки. То есть когда симптоматика существует условно как бы в отрыве от органических соматических изменений, так вот, существует достаточно большое количество работ, в том числе работ диссертационных, которые показывают, что подобные расстройства могут наблюдаться при самых разных состояниях, в том числе и при поражении поджелудочной железы. В качестве примера пациенту, которого мы расцениваем как пациента со срокоподобным расстройством, хотелось бы привести одного из пациентов, наверное, наиболее ранних пациентов, который у нас наблюдался с аутоиммунным панкреатитом, пациенту, у которого изначально были совершенно нормальные цифры эластаза кала, видите, в 2005 год, эластаза кала 300 микрограмм на грамм, то есть нормальный диапазон от 200 до 500, у пациента возникают приступы боли, которые в основном провоцируются приемом алкоголя. Пациент изначально воспринимается как пациент с токсическим панкреатитом, у него возникает увеличение головки поджелудочной железы, кистопыль в головке поджелудочной железы и крючковидного отростка. Возникают дальше признаки протоковой панкреатической гипертензии, главный панкреатический проток расширен несколько раз до 10 мм. Пациенту проводятся операции, и на операции обнаруживаются признаки, морфологические признаки. Диагноз аутоиммунного панкреатита с выраженной лимфоплазмацитарной инфильтрацией, с характерным муаровым фиброзом, с перевинолитами, с преимущественно перепротоковым изменением. И дальше уже диагноз аутоиммунного панкреатита подтверждается по данным повышения ГЖ4 в сыворотке крови. Дальше эксювантибус на фоне назначения преднизолона такому пациенту, наблюдается достоверная нормализация размеров поджелудочной железы. У пациента назначается стандартная доза панкреатина, исходя из того, что после операции уровень панкреатина был снижен. И при этом у пациента дальше меняется боль. Боль существует в отрыве уже от той синтоматики, которая есть. У пациента постепенно нормализуется уровень эластаза кала, если он был после операции снижен. Здесь он устанавливается и доходит до 200, потом до 230 мкг на грамм. И боль пациента, диарейный синдром пациента, снижение массы тела существует уже в отрыве от признаков повреждения поджелудочной железы и функции поджелудочной железы. Поэтому пациент нами расценивается как СРК-подобный пациент с действительно существующим заболеванием поджелудочной железы. Проводится активная психотропная терапия. Пациенту назначается по поводу его относительной панкреатической недостаточности мини-микросферы панкреатина. Препарат Крион повышается доза, исходя из клинических уже симптомов, исходя из клинической потребности. И таким образом пациент ведется до настоящего времени. Пациент до сих пор принимает Крион по 40 тысяч единиц 5 раз в день. Пациенты проводятся психотропной терапией и симптоматической терапией по требованию. Капсулированный панкреатин входит во все существующие рекомендации. Преимущественно это как раз мини-микросферы панкреатина. Это рекомендации Европейского общества гастроэнтерологов, Российской гастроэнтерологической ассоциации, Европейская ассоциация клинического питания. И, наконец, это рекомендации Минздрава Российской Федерации, которые были приняты и утверждены в 2021 году. И новые рекомендации будут утверждены в конце этого года. Везде оказывается то, что пациентам для заместительной ферментной терапии нужно использовать, нужно означать капсулированный панкреатин. Именно и большая доказательная база существует именно для мини-микросфер панкреатина, который доказал в том числе и свою экономическую эффективность. Здесь показаны затраты на проведение заместительной терапии экзокринной панкреатической недостаточности как раз к рионом. И это оказалось эффективно с точки зрения повышения качества жизни и риска возникновения осложнений. Итак, в заключение хочу сказать, что диагностика экзокринной панкреатической недостаточности сложна. Она сложна, если мы говорим об абсолютной панкреатической недостаточности, сложна в рамках доказания того, что у пациента есть на самом деле панкреатит. Но диагностика вторичной экзокринной недостаточности оказывается еще более сложной, чем диагностика первичной. Для этого нужно учитывать и клинические данные, и данные каких-то методик, таких как определение ластаза кала, и данные ответа на терапию. Объем активной паранхимы поджелудочной железы снижается с возрастом. Экзокринная панкреатическая недостаточность наблюдается у 5% лиц старше 70 лет, у 10% пациентов старше 80 лет выявляется экзокринная панкреатическая недостаточность. Алкоголь и курение являются факторами для возникновения как прямой, абсолютный, первичный и так, и факторами, которые вызывают косвенно вторичную относительную панкреатическую недостаточность. Различные заболевания пищеведительного тракта в сумме вызывают вторичную экзокринную недостаточность примерно в 30-50% случаев. Функциональные гастроэнтерологические расстройства требуют также включения пищеведительных ферментов в комплексную терапию, и здесь очень четко нужно понимать, что мы лечим, потому что наличие соматического заболевания, в том числе тяжелого соматического заболевания, в том числе перенесенные операции, не исключает то, что у пациента возникают нарушения по типу рассинхронизации этой самой оси кишка мозг. Если у пациента есть какая-то проблема соматическая, здесь нужно пытаться понять, существуют ли симптомы пациента в отрыве от соматических изменений или они объясняются этим соматическим изменениям. Таким образом, диагноз функционального расстройства – это не диагноз исключений, это положительный так называемый диагноз, когда мы пытаемся обнаружить такие расстройства у пациента даже при наличии соматических нарушений. Последствия вторичной экзокринной недостаточности могут включать в себя не только снижение качества жизни, но и клинически значимое нарушение трофеологического статуса. Ферментная заместительная терапия витамины и микроэлементами существенно снижает риски в тоичных нутритивных расстройствах, ну и панкреатин в мини-микросферах – это препарат выбора согласно всем современным клиническим рекомендациям. Спасибо за внимание. Спасибо огромное. Вопросы, Алексей Викторович, пожалуйста. Пока думают, хочу задать вопрос. Алексей Викторович, Вы верите в безопасные дозы этанола? О которых нам иногда говорят. Для печени, для поджелудочной железы. Я гастроэнтеролог. Безопасные дозы этанола – это кардиологи. Они рассказывают нам о том, что есть же и кривая, есть безопасные дозы в гастроэнтерологии. Про этанол, про эндотелий рассказывают. К сожалению, нет. Поэтому боюсь, что нет. Я Вас полностью поддерживаю. Спасибо большое. Еще есть вопросы к Алексею Викторовичу? Пока не пишут. Спасибо огромное. Нет, вот есть актуальность определения амилазы панкреатической в крови и амилазы мочи на сегодняшний день. Какова? Ну, а как еще мы сможем оценить активность панкреатита? Естественно, что это амилаза или общая кровь, или панкреатическая амилаза в крови, или диастаза мочи. Естественно, лучше достовернее смотреть липазу, надежнее. Но мы должны смотреть и, опять же, попытаться как-то соотнести, во-первых, степень повышения ферментов. Если это до трех норм, это могут быть функциональные расстройства. То есть это может быть незначимое повышение панкреатических ферментов в крови. Ну и с другой стороны, существуют пациенты с тяжелым панкреатитом, когда не остаются активные паранхимы, когда нечему уклоняться ни в лимфу, ни в кровь, никуда. И у пациента может быть тяжелый панкреатит, но при этом может не быть существенного повышения уровня панкреатических ферментов в крови и мочи. Такое тоже возможно.